И понимание самое важное, что это результат реализации твоей свободной воли. Это твое решение ты сделал. Ты это выбрал. Можно это и не выбирать. Например, кто-то из вас сидит и такой, я не понимаю. Вот будут у нас такие, я не понимаю, я не понимашки. Видите, что она сейчас делает? И что я делаю? Она обезьяну перекидывает, а она на меня не перекидывается. Она вторая, она начинает страдать, смотрите. Вот очень важно одну вещь понять. Любое избыточное усилие является следствием некорректного действия. Если что-то тяжело у нас идет, тяжело, это значит, что мы некорректное действие выбрали. А некорректное действие всегда является следствием некорректной цели. Значит, цель мы неправильно поставили. Если мы поставим с вами корректную цель для себя, корректное действие выберем, то ощущение, которое будет у нас, это мы движемся легко, вот как река. Я один раз на Алтае вышел, река течет в 5 утра сразу, вообще, сама. Вообще не мучается. Нет такой, блин, опять в субботу течь. Эти и деревья, и ивы. Блин, достало. Хочу стать крыжовником. Правильное состояние, к которому нам надо прийти, это чтобы новые результаты случались у нас легко, естественно. Это очень похоже на спортзал. Вот вы понимаете, как в спортзал прийти и получить удовольствие? Мы все приходим, чтобы убиться просто. Вот мы цель ставим такую, чтобы она нас раздавила, размозжила. Как будто мы цель, потому что мы не хотим, как это, нельзя сидеть на диете 2 недели в год. То есть это либо образ жизни твой, либо это будет мучение. Знаете, как раз в год почистился и ух, обратно. Это либо образ жизни, от которого ты получаешь удовольствие, либо ты не выбираешь те преимущества, которые дает тебе этот образ жизни. Отсутствие финансовой реализации. Большинство людей несчастливы в том деле, которым они занимаются. Это не значит, что они активно несчастны, понимаете? Что они вот каждый день плачут. Нет. У них просто нормально. Для безопасности выживания нормально. Но не лишают себя радости. Радости, когда ты проявляешь себя, когда ты даришь радость другим людям, когда ты понимаешь, что ты финансово воплощен. Радости, летать бизнес-классом, это тоже радость. Радость не в том, что ты сидишь так, бедняки. Нет. Радость в том, что ты можешь новые опции в мире для себя открыть. Для себя, для своей семьи. И понимание, самое важное, что это результат реализации твоей свободной воли. Это твое решение ты сделаешь. Ты это выбрал. Можно это и не выбирать. Например, кто-то из вас сидит и такой, я не понимаю. Вот будут у нас такие, я не понимаю, я не понимашки. А вы знаете, что есть люди, которые сидят и хотят понять, а есть люди, которые нормально не понимать. Потому что, когда ты сидишь и ты не понимаешь, то ты как бы в каком состоянии находишься. Мне не объяснили, как бы достаточно понятно. Результату все равно, объяснили вам или нет. Вам выгодно понять. Вам выгодно быть в позиции, в которой вам выгодно понимать. Не понял? Спроси соседа. Единственное, что вам надо понять, это точку B свою и недельный такт. Все остальное на ваше усмотрение. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Привет, Виктория. Петя, у меня такой вопрос. Вот у меня два магазина. Один мне делает 700 в месяц, второй 0. Я его только открыла во время цеха прошедшего. Как ставим точку B? Потому что я ее на цеху поставила неправильно. Естественно, слилась, короче говоря. Сейчас не понимаю. 700 есть, но на магазине, где я знаю рынок. В новом городе рынок не знаю абсолютно. Сейчас 0. Первый месяц вышли в 0 по прибыли. То есть 200 сколько поставить, я вообще не понимаю. То есть это моя проблема? Нет, я как объективно это сделать, чтобы не слиться, как мы ставим часто завышенные цели себе. Ну то есть если 0, рынок не знаю. Магазин такой же, абсолютно, как в другом городе. Я реально не понимаю. И что ты делаешь, когда ты говоришь, я не понимаю? Ну совет, может быть, какой-то. Совет, помощь, поддержка. Ты не знаешь, да? Что сделать? Ну 700 будет так же много, я понимаю, потому что рынка не знаю. Правильно? Что? Откуда я знаю? Ты сейчас что делаешь? Видите, что она сейчас делает? И что я делаю? А? Она обезьяну перекидывает, а она на меня не перекидывается. Она второе, она начинает страдать, смотрите. Жертву показывает. Понятно, да? Что она пришла на тренинг, ей не объясняют. Как-то непонятно все. Ждешь, что-то должно произойти, кто-то должен объяснить. Окей. А? Что? Ну. Да подождите. Не помогайте человеку, который сам себе портит результат. Что ей надо сказать сейчас? Давай сама поработай. Сама видишь, что делаешь, нет? Находясь здесь, вот стоя, может, со стороны увижу, когда я сейчас. А предположи. Что делаешь? Ну, я понимаю, что низкую поставлю, сделаю ее. Это легко нам всегда. Высокую сольюсь, как и на цеху было. Середину. Я не про цель тебя спрашиваю, я про образ твое поведение спрашиваю. Вот что ты делаешь сейчас? Нет, я услышала. Гавкнула на того, кто тебе обратную связь сдает, то только что? Нет, я хорошая. А я могу почувствовать, что ты какое-то удовольствие от нашего взаимодействия получаешь сейчас на основании твоего поведения? Видимо, нет, расспрашиваешь. Сто процентов нет. Меняйся, пробуй. Ладно, я прочитаю то, что мы сейчас записывали. Объективно оценю, сколько могу. Ты в какой энергии находишься вообще? Как тебе кажется? Как тебе кажется? Ты желаемый член команды в таком состоянии? Четыре. И? Но это твой выбор, потому что тебе страшно. Когда тебе страшно, ты говоришь, что не понимаю. А если я не понимаю, я ставлю, сколько-то? Сколько-то? Смотрите, что происходит. Происходит дилемма. А, я уже начинаю, фу. Я начинаю уже тебе объяснять. Не хочу тебе ничего объяснять, потому что ты сама себе вредишь. Меняйся или садись? Я рассчитаю все. Что? Сколько? Ответь на вопрос. Какая цель нормальная? Это же просто. Примерно, например. Я стараюсь выйти в плюс 30 за неделю. Супер. А на 2 месяца сколько это может быть? Плюс 100. Первая неделя всегда сложнее, вторая проще. Может быть. Любой результат нормальный. И еще. Никто вам не мешает перевыполнять ваш результат. У вас есть 2 уровня цели. Цель минимальная. Это сколько вам точно надо сделать. Это ваша опора. Она должна быть очень реалистичной и консервативной. А дальше делайте больше сколько угодно. Или у тебя идея, если ты больше цели не поставишь, то ты ее не сделаешь. Да? А это идея самоизнасилования всегда. Типа только если я поставлю цель, которая меня насилует, я туда пойду. А как идея идти через удовольствие, через радость, через взаимодействие с людьми. А вот здесь вот точка, над которой надо поработать. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста, похлопайте. Я буду это делать 2 месяца, так что не волнуйтесь. Меня зовут Султан. Привет, Султан. У меня вопрос тоже по точке B, только по методу. Он короткий. Дело в том, что у меня деньги приходят в течение полугода. Сделки разбиты на 6 платежей. Я заключаю договор, мне приходят первые платежи, а потом мне платят. Я вот заключу определенное количество договоров, но деньги мне придут потом уже, после дельты, основная часть. Мне как сейчас считать? Как хочешь. А можно считать в заключенных договорах, в прибыли от них? Это не прибыль же. Нет, у меня есть процент. Это потенциальная прибыль. У меня есть статистика. Да, у тебя есть потенциальная же прибыль. Ну, если я первый платеж получаю, то, как правило, 95% у меня платят. Ну, у тебя на счету что, платеж, правильно? Да. А прибыль он никогда станет? Когда выполнится обязательство. Да. Ну, соответственно, это будет через полгода. Ну, хорошо. Ты выбираешь играть по таким правилам. Ну, значит, тогда надо, да, подумать. Не обязательно. Не обязательно. Ну, легче мне, конечно, считать полностью в суммах. Ну, от договора. Я думаю. Да как угодно. Ты, в принципе, можешь придумать свою валюту, не существующую в государстве, и в нее верить. В принципе, тоже не запрещено. Прибыль – это деньги, которые у вас на счету за вычетом всех обязательств, которые вы уже отложили с этих денег. Вот это вы можете считать прибылью. В идеале это вообще после исполнения обязательств. Все, я понял. Я буду вычитывать процент на обязательства. Я бы тебе задал вопрос. Ты можешь. Можешь ли ты считать в заключенных договорах потенциальной прибыли, которая придет? Можно. Но я бы тебе порекомендовал оглянуться по сторонам и понять, как ты можешь результат сделать за неделю. Это один из способов, который тебе известен. Пусть он будет, не будем его отменять. Давай поищем какие-то другие. Другие конфигурации. Потому что, еще раз вам хочу сказать. Важная мысль. Есть люди, которые пришли с какой-то нишей. Да? Есть такие? Думают, я вот этой нишей занимаюсь, я ее буду развивать. Правильно? Идея совершенно глупая. По одной простой причине. Вы сейчас занимаетесь не той нишей, которая для вас идеально подходит. Вы занимаетесь сейчас не в оптимальной конфигурации нишей. А какая для вас оптимальная конфигурация? Какая? Та, которую вы еще не знаете. Люди живут в такой концепции, что они однажды выбрали нишу. В 2000-х я решил, я занимаюсь дверьми в городе Реутов, например. И вот я и как бы занимаюсь теперь. К чему это приводит? Застой, закрытие, упадок? Обязательно. Смотрите, процесс выбора и тестирования ниш – это не для стартаперов. Это постоянный процесс. Люди, которые занимаются бизнесом, почему? Очень просто. Потому что все имеет вот такую тенденцию. Сначала не получается, потом растет, потом плата, потом падение. Все. И компании, которые растут, они постоянно запускают новые циклы. Постоянно запускают новые циклы. А тот человек, который не запускает новые циклы, который не может свой бизнес на подсегменты разделить, он является заложником одной модели зарабатывания денег. И теперь дальше тебе вопрос. Хочешь ли ты быть заложником этой модели? Или ты понимаешь, что тебе надо тестировать какие-то другие продукты? А что значит тестирование? Это влияние на конфигурацию. На какую конфигурацию мы можем влиять? Например, мы можем влиять на средний чек. Мы можем влиять? Например, хочу дороже продавать. Есть ли рядом со мной какие-то ниши, которые где-то дороже я могу продавать? Или чтобы меня маржа устраивала? Или, например, я работаю, но маржинальность в своем бизнесе такая, что приходится огромные обороты крутить, а денег мало остается. Есть у кого-нибудь такая проблема? Она, как правило, вымучена болью. Болью прошлого. Или производственник. Производственники обычно говорят, нахер производство. Не хочу работать с остатками. Когда у тебя что-то лежит на складах. Это же остатки. У кого остатки есть? Вечно зависшие деньги. Они вроде бы есть, а вроде бы их и нет. И производственники мечтают. Услуги. О чем они на самом деле мечтают? Они мечтают о более быстром цикле оборачиваемости денег. Чтобы деньги быстрее приходили. Чтобы они не зависали. Кто о таком мечтает? Чтобы быстрее цикл сделки был. Хорошо. О чем еще мечтать можно? Объем, например. ЛТВ, например. С оптовиком. Один раз вещь продал, и вот один раз, один раз, один раз тяжело. А вот оптовику продал, и постоянно продаешь. Кайф. Понимаете? А другой думает. Блин, я занимаюсь перепродажей, и я живу на маржинальность, которую я нацениваю после того, как мне продукты уже продали. И живу очень тяжело. Мечтаю о чем? Продукте мечтаю. Мечтаю о продукте, чтобы моя маржа формировалась не от наценки после того, как мне продали, а была в самой стоимости продукта. Понимаете, о чем я говорю? Чтобы я вот туда залазил, вот туда хочу залазить. И что важно понять? Что на эти конфигурации можно влиять. Что вы не прибиты к одному способу ниши. Ту, которую вы зарабатываете. Вам нужно тестировать разные новые варианты. И идеальной для вас нишей будет примерно десятая от той, которой вы начнете первую тестировать. У кого-то 31-я, у кого-то 7-я, но никогда не вторая. Редко очень. Потому что замкнутость в рамках одного продукта говорит только об одном. Что вы боитесь и не умеете запускать и тестировать новые варианты конфигурации своей ниши, а точнее своих навыков и компетенций. Понимаете, о чем я говорю? Да, нет? Вот ведь ключевая проблема в чем. Да. Точка? 200 чистыми. Это подтверждает. Когда много работаю у меня в конце 200, это нездоровая ситуация. Это самсон в ронг. Лучше так себе и сказать. Вот, блин. То есть, это же как? Мы живем, и у нас ниша наша, это как нечто святое, базис какой-то. Что нельзя трогать. И вот с нишей надо этот вопрос, мы нишу часто или компетенцию какую-то воспринимаем как нечто вечное. Вот, пришел парень. И это большая такая проблема. Мы не видим, как мы можем себя перезапустить по новой. Пришел парень, 24 года ему, 5 лет отработал в топовых банках. В топовых. Нанимал продажников туда, продавцов. Пришел, знаете, что хотел запускать? Шарфы для щиколоток. Шарфы для щиколоток. Ну, знаете, высокие штаны есть такие, там щиколотки надо. Он был, он, 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 и он мечтал, конечно, империю сделать, потому что в России еще никто не догадался. И он долго занимался этим, ну, какое-то время там прям делал. А ему на тренерстве, где-то на третьем, четвертом занятии, про тренерство сегодня еще отдельно скажем, сказали, какой результат, он говорит, минус 20 тысяч. И ему задали вопрос, какой, как вам кажется? А может быть тебе заниматься наймом продажников? То, что ты делал в топовых банках? Ну, нет, я же это на работе работал. То есть, в чем штука? Штука в том, что нам нужно всегда задавать себе базовый вопрос, а тем ли я вообще занимаюсь. Точнее, поставить под вопрос саму текущую конфигурацию. Пусть она будет, но пусть она будет, как один из пяти-десяти вариантов вашего развития событий. Вот самое главное. Вот кто что-то не понимает? Ну, поднимите руку. Ну, кто честно что-то не понимает? Смотрите. Это нормально, что вы что-то не понимаете. Но пусть то, что вы не понимаете, не ведет вас в состояние грусти, или злобы, или обиды. То есть, вам надо быть в очень простом смысле. Вам должно быть весело, и вы не понимаете. Понимаете? Вот состояние классное. Тогда вы будете объединяться, потому что вы что-то не понимаете. Он что-то понял. Вот вместе нормально уже. То, что вы не понимаете, это всегда так теперь будет. Ну, расслабьтесь. Только хуже будет. Поэтому улыбайтесь, получайте удовольствие. Ваша задача ключевая – получить конкретное удовольствие от знакомства и от всего процесса. И самое главное – получайте удовольствие от непонимания. Знаете, почему от непонимания надо получить удовольствие? Потому что, когда вы что-то не понимаете и признаете себе в том, что вы не понимаете, через какое-то время вы поймете. Но если вы не скажете себе, что вы не понимаете, вы никогда не поймете этого. Потому что у вас запроса не будет. Поэтому вы такие, охренеть, я понял, что я не понимаю нишу, как это здорово. Видимо, я скоро пойму.